здравствуйте друзья доброе утро мы со светланой отправляемся на прогулку у нас сегодня воскресенье значит какой день у нас сегодня воскресенье и мы движемся по городу санивейл на прогулку я пользуюсь айфоном съемка идет и в руке у меня вот этот вот стабилизатор если бы меня видели со стороны вы бы сказали о смотри как вот хорошо стабилизирует да ну что света мы не первый раз ведем съемку с нашей прогулки только что дождик прошел мы бы раньше покидали но был дождик я не вижу моросящего правда еще ветер дует я не знаю насколько этот ветер попадает собачка собачка заинтересовалась нами насколько этот вечер ветер попадает микрофон ну вот как есть как есть это друзья город санивейл любопытные индусские женщины смотрели на мой стабилизатор он очень красивый я бы сказал сказать это что как-то сексуально да да света так не считает ну да вот это вот xfinity или компания камкас которая может сломалась все ваши две машины да могли бы еще третью полицейскую а четвертую скорую помощь до систем какой-то безопасности до видишь как у нас стабилизатор не позволяет айфоном так резко двигаться он так не спешал бред голову повернул и вижу с айфоном так не получается сейчас мы его переложим этот стабилизатор в другую руку но вообще конечно здесь эта картинка но ты зашил удобный удобный картинка картинка очень стабильная при том что мы сейчас идем если бы у меня в руках был просто сэлфон или например у меня в руках был была вот эта камера 360 да наши инста 360 нано который вот я вчера снимал весь день я ходил с маленькой камерой в руках она совершенно невесомая и вес этот поскольку веса нет то тоже как бы совсем уж стабилизации нет то есть она буквально может например от того что пульс понимаешь вот кровь пульсирует в руке и ты уже это почувствуешь на камере вот эта штука конечно очень стабильно я смотрю на экран и не вижу абсолютно никаких телодвижений единственно друзья что телефон у меня как оказалось не безумно заряженный вот поэтому если съемка остановится в какой-то момент то она остановится такие красоты сегодня и вчера был очень сильный ветер так и ты знаешь вот я даже чувствую на зонтик вроде непосредственно дождя нет да светлана идет с дождиком и дождик зонтиком я здесь зонтиком этот зонтик сейчас убирают этот зонтик создает такой парусный эффект и пришлось его свернуть смотри смотри там цветет что-то это вишня реконская прохладно это как было написано 12 градусов по цельсию а чувствуется за счет ветра так у меня звонит телефон да алё айфонные дела а ты кнопочку нажала там я слышно нет там есть кнопочка не слышно горит лампочка лампочка не горит никакой как это не синий сейчас синим синеньким нет что-то я не вижу да не приноровились ну к счастью телефон есть можно в конце концов и его включить это наша дочь там я слышу голос младшей внучки пробивается вы должны к ним сегодня вечерком поехать в гости школьное поле не приезжайте сюда вот такие условия оценивать издалека из океана стоит она этих денег на там дома что в маунте за 2 и 2 как можно оценивать не находясь здесь даже находясь другом штате каком-нибудь канзас-сити или там где то как можно оценивать цены здесь это не 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 снизу не серьезно да ну вот недвижимость вообще она очень локально в сущности своей то есть и цены и школы и привлекательность в том смысле что легче продать сложнее продать после когда ты берешь недвижимость один из вопросов это как от нее избавиться ну ну просто надо в какой-то момент надо было понимать как вот слово избавиться мне не нравится ликвидируйте и ехать дальше продолжают смотри у нас есть знакомые которые покупали фиксера это то чтобы починить и перепродать если ты не в этом там в основном получаются деньги за счет того что ты купил какую-то старую какую-то развалюшку положил минимум денег она выросла там все деньги получаются на покупке на продаже но в основном на покупке если ты как правильно купил то ты заработаешь да а если ты купил на пике а потом мы понимаем что может падение на 20 процентов можно своих не вернуть нужно быть очень хорошо в этом бизнесе чтобы понимать что ты делаешь и когда покупать это создавь ты говоришь о колебаниях цен которые такие более продолжительные но но еще поторг поторговаться ну что друзья сел сел таки сел таки вот вот он этот самый девайс замечательный значит сел таки телефон батарея да ну кто кто же знал это вот и теперь друзья вы видите что такое снимать на камеру gopro она у меня в руке я вот прямо в голове мог приделать зайчик если я голове приделаю она будет еще жестче болт болтаться нет нет но я рукой же амортизирую немножко рука амортизирует так что мы друзья продолжаем движение вы можете сравнить качество съемки но я думаю что у вас есть возможность очень хорошо заметить разницу в стабилизации вот если можно так назвать это разница в стабилизации вообще там этот ветер он такой шумный был я боюсь что плохо слышно слушай это вишня ты думаешь это вот так друзья хочешь хороших цветов не будет у тебя плодов я не я бы не сказал что это вишня тогда одно так как находится дико вишня до вы Universky перечики друзьям идем дальше идем дальше и вы с А вот наши эти пеликаны. Да, слушай, какие красавцы. Вот я от этих абсолютно в восторге. С зонтиками, конечно, надо так природу захотело. Почему, какое дело. Не нам судить. Красиво. Красиво. Ну, идем дальше. Это, может быть, весна, свет, раз все расцветает. Это даже без сомнения весна. Так. Не то, что может быть. А это вот лысое дерево. Оно же бесстыдница. Вы видели. Да. А это справа такая стандартная застройка прошлых лет. А вот вы видите на дороге накиданные газеты. Они в пакетиках. Таких, чтобы дождик не намочил. Это обычное дело. Вот так проезжает и бросает человек на дороге. Хотя, может быть, свет, это не подписные. И здание. А, скорее всего, это какой-то мусор. Да, это джанк. Да. Потому что то, что через почтальон, он все-таки в ящик все кладет. Почтальон в ящик кладет. Конечно, это так просто разбрасывает какую-то дрянь. А вот интересно, где здесь ящики почту? Вот я не вижу. Ну, я думаю, что на каждом доме там есть своя специфика. Нет, подожди. Вот у нас, например... Он не вынесен к дороге, это правда. У Салтес это было ужасно неудобно, потому что... Где ящик? А, вон, прямо на доме висит. Да, на доме висит. Вообще интересно в этом месте. О, у двери, справа от двери был ящик. Здесь вот висит тоже. Да, вот висит. Интересно, вот Салтес такого не было. Там проезжала машина специальная. Так. И почтальон, ну, прямо с этой машины мог бросить все в ящик. А ящик должен был висеть у дороги на заборе в определенном месте. И эта машина была с правым рулем. Да, и он должен был висеть в определенном месте. Да. И там не должно было быть запаркованных машин. И они ругались, если там паркуются. Они ругались, да. Потому что им тогда приходилось выходить из машины, они не хотели этого делать. А здесь у Нивели все очень традиционно. Ходит почтальон с большой сумкой на ремне. Ну, не на ремне, а на тележке. У него тележка, да. У него тележка маленькая. Но, тем не менее, он приезжает на машине, загружает почту в тележку. И ходит по нескольким заблокам. Он ходит в шортиках. И такой, икры у него мощные такие. Да, иногда, когда жарко, очень он ходит в жару самую. И плохую. То есть вот... На гномика похож. Да, слава добрым почтальонам. Он с толстой сумкой на ремне. Вот он как раз такой почтальон, который заходит в каждый дом. Так. И в каждый почтовый ящик. Вручную, без всякой машинки. Засовывает почту. Да. И это очень прикольно. Это, друзья, работа престижная. Не каждого возьмут. Это государственный служащий. Да, да. У него обалденные бенефиты. Может быть, у него зарплата, не бог весть. Какая? А может быть, если он еще член Юния, у него и миссия хорошая. А не все члены профсоюза, конечно. Да, и миссия хорошая. То есть, работа, конечно, очень тяжелая, потому что у нас летом жарко бывает. Да. И ходить по жаре вот так вот в каждый дом, кидать почту, это сложно. Ты знаешь, что эта история была сегодня интересная? Ну, не сегодня. Трамп выступал на митинге. И говорил о том, что... Ну, идея его была в том, что вот этот его запрет на въезд в страну, там, разных людей, что это была хорошая идея. Да. И он говорит, посмотрите, говорит он... Первая фраза была, страну надо защищать. Ура! Кричат себе на баданга. Значит, все... Да, да. Значит, дальше он говорит, посмотрите на Германию, что творится. Все говорят, у-у-у, на баданга! Значит, там, то есть... А вот, говорит, посмотрите, говорит... И тут наступил мистический момент. Он говорит, посмотрите, что случилось в пятницу вечером в Швеции. Говорит он. А что случилось в пятницу? На русском читает, на баданга! А что случилось в пятницу? Ничего абсолютно. Значит, он говорит, в Швеции. Говорит, Швеция! Говорит он, кто бы мог подумать, а они нахватали этих самых беженцев. много вот вам пожалуйста значит и с тех пор да начиная с этого момента пошел такой загадочный момент после швеции ничего не случилось ну то есть никто не слышал чтобы там что-то случилось не сами шведы не люди вокруг ну то есть вообще никто и значит ну как-то снабжать неправильной информации светик ты не понимаешь он живет в собственном мире ему не нужна никакая информация в его мире швеция может быть даже я не знаю может быть он перепутал с другой страной а может быть это был такой анекдот я вспомнил как сообщение тасс это вчера в кремлевском как в георгиевском зале московского кремля генеральный секретарь цк кпсс представитель президиума верховного совета ссср товарищ леонид ильич брежнев принял болгарского посла а нет принял бельгийского посла за болгарского вот в ответной речи бельгийский посол сказал мы конечно хотели бы иметь столько ракет но где нам взять столько помидор вот такой был анекдот но вот я думаю что же произошло что-то такое что типа принял бельгийского посла за болгарского во время этого никто и не скажет но делу не большой толпище ну нет нет ну люди как у него сейчас новая мулька такая он теперь постоянно выступает перед аудиториями такими большими так же как он делал во время избирательной кампании то есть вот он сейчас больше нечего но ему ты не понимаешь ему нужна поддержка чтобы оставаться дальше искать в том мире который он себе придумал поэтому он идет туда где люди хотят кричать ура и дальше он говорит про шведского посла принятого за швейцарского и там еще за кого-то и на род все равно радуется это же не важно что он сказал вот поэтому как бы содержание речи не имеет значения это чисто эмоциональное такое мероприятие так что вот цирк зажигает огни да хорошо вот а вот у нас ложок висит вот я тоже хочу как на флагштоке чтобы у меня таком но подойдем тогда его нужно поднимать и спускать ой а мне больше лимона вот нравится флаг слушай а флаг еще подсвечен снизу лампочкой обрати внимание там лампочка на 6 фонарик а вот а вот еще лимоны крупные света лимоны а я люблю мне у у меня душа поет и не чтобы съесть глаз радует вот я на тебя смотрю что-то мне радуется глаз я же тебя не хватает есть ну сказал бы мне я бы срезал я свете гадаю что-то горяченького хочется давай бы лимончик там с горячей водичкой и тут дождь пошел да так тебя друзья сегодня лимончик то и них и не съел а лимончик он хоть и кислый ощелачивает внутренность вот так что если кто-то хочет щелочного хорошая written like is it husky beautiful beautiful play how toain bay вау is it friendly так света нам надо дать ручку понюхать да собачка Хороший! Хороший! Ого! Как волк! Да! Ой, какой! Ооо, это вроде как волк! Да, говорит, его погода! Слушай, волчища! Настоящая волчища! Глаза потрясающие! Я хочу сказать, что какое-то время назад я уже сидеть начал, но не обращал внимания. Сидеть? Сидеть! Волосы стали седыми! Седовласость проявлялась. И пошел я в парикмахерскую. И женщина надела на меня такой капроновый передничек. Ну, подвязала. И что, все попадло от дождя? Это, думаешь, от дождя? Да, да, да. Обломались ветра сильного. А, упала, да, упала. Так вот, значит, женщина, парикмахер, накрыла меня таким капроновым передником. И он был абсолютно черным такой, знаешь, с отливом. И... А я задумался. Знаешь, когда стригут, задумываешься. Я вообще задумчивый. Я вообще задумчивый. Я задумался. И тут, значит, в какой-то момент я очнулся. И взгляд мой упал на колени, на мои, покрытые черным передником. И на них, значит, была, ну, волчья шерсть такая, знаешь. И первая моя мысль была, откуда ж волки-то, блин, в парикмахерской. Это первое, такое инстинктивное. Потом сознание стало пробуждаться. И до меня стало доходить что-то с меня. Настригли. Понимаешь? Такая была. А я тогда еще... Ну, волосы подлиннее были. Сейчас я коротко стрижусь. Стригусь. А тогда, нет, не было этого. И вот такие, прям, вот как эта собака, которая сейчас шла, лайка. И вот лайка, друзья, по-нашему, по-простому, называется хаски. Лимоны. Ааа. А там гнезда еще в деревьях. Смотри. Лимоны. Вот люди знают, знают толк в жизни. Лимоны. Очень старое дерево, высокое. Да. А это вот мандарин. А вот это вот белки делают. Вот они съели этот самый апельсин и ливандарин. Ты говоришь, что на заборе лежит. Да. Я видела, у нас они то же самое делают. Они обградают все. Да. Белки чашечки оставляют. Сдирают. Оставляют так на заборе. И в серединку выжирают. Вот. А лимоны, друзья, никто так не ест. Да. Поэтому лимон, это самое правильное дерево, если вы думаете о сохранности плода. Плода. Потому что звери все съедают. Светочка, скажи, пожалуйста, вот дом, который... Вот я сейчас на него камеру направил. Вот там за столбом. Как тебе такой дом? Он явно переделанный из старого. То есть они не стали сносить, они просто достроили. Вишневая крыша такая вся, вскоряканная. То есть это результат адаптации? Ну конечно. Дело в том, что внешне, внешне, ему архитектор придал какой-то вид, видишь, он большой стал. Но неизвестно, что там внутри получилось со всеми этими перестройками. Сумелые, они сделали хорошие планы. У меня там птички еще какие-то было. Ребята спрашивают, слышишь, Света, вот столб стоит и там наверху ящик у него, видишь, железная такая фигня. Я думал, трансформатор. А, я думал, ты просто знаешь, что это. А сейчас есть тенденция, вот я помню, в Лос-Алтасе было, что норовят закопать. Это не тенденция, это связано с тем, что если ты строишь новый дом, то в новых домах уже требует закапывать все эти кабели. Но там получается такая история, что у нас это PG&E, это монополист. PG&E, это электрическая компания. Электрическая компания. И они говорят, ну смотри, либо мы тебе даем вот такую цену на то, чтобы прокопать траншею и подсоединить нашему трансформатору. Либо ты делаешь это сам, но тогда ты сам за все отвечаешь. Если у тебя не будет электричество, тогда пеняй на себя. Вот. И получается, что они... То есть, намекают, короче. Да. Намекают, да. А вот такой дом, Света? Это же перестроено. Это что? А как видно? Ну видно, больше крыша не ушла. Вот так вот, видишь, старая крыша. Они сделали вот окошечки где-то там. Второй этаж настройки. Это типичная настройка. Это по правилам настройки, так положено делать отступать второй этаж. Это все достроено. Друзья, вы видите, что такое человек, который знает, о чем говорит. Пошли. Да. А я смотрю, красиво, такая меншин. Ну, каждый вот этот дом изначально построен. Справа. Давай отойдем немножко. Там машина идет. Дорогой, да? Да. Он, видишь, у меня гаражник для машины на большой площади. Так он хорошо отписался. Он очень старый. Ну, может быть, 15 лет. Смотри, подняли они себе поставили на крышу. Ну вот ты понимаешь, вот этот вот сайдинг, то есть вот эти стены, которые досками обиты, оно какое-то создает ощущение чего-то такого сельского и недорогого. Знаешь, вот как бы неужели дорогой дом вот может вот так быть? Ну, понимаешь, дело не в том, дорогой или нет, но мне тоже этот сайдинг не нравится. Да. А дело в том, что, ну, люди пытаются нам деньги, но дешевле, чем делать стак. Да. Стака дороже, а гладкие стака делают еще дороже. Да. Поэтому. А вот это вот такие старые типовые домики, которые у нас тоже, вот они все такие одинаковые. Да. Вот справа. Да. Это классика жанра. Там обычно, там было две спаленки изначальные, один туалет. Да. Может быть, до сих пор так и осталось. Да, 90 квадратных. Где-то, да. 90 квадратных метров. И он такой видно, что не обихоженный, грязненький, не почищенный. Да, тут живут молодые ребята с ребеночком. Да? Да, это их папа дом. Ааа. А это вот наши англичане, соседи. Да, эти люди перестраиваются. Они все время что-то делают и они очень любят этот голубой цвет. Вот. Ну что, друзья, на соседей посмотрели и пойдем. А вот там у нас за ними, с англичанами, сосед. Он вот Теслу недавно купил. Да. Так что, молодой, прогрессивный. Да. Да. Так. Полтора миллиона. И еще и Теслу купил. Вот. Ну, Тесла же не стоит полтора миллиона. А за ним уже симпатичный дом, да? Смотри, такой. Достроенный уже. Достроенный? Достроенный. То есть тоже не новый был. Нет. Тут никто не разваливает. В общем, друзья. Которые понимают смысл, они не разваливают. Понял. Кто, как говорила одна девочка 18-летняя, эх, Мишенька, говорила она мне. Мне уж там полтинник был. Кто смысл жизни понял, давно работать перестал. Да. Вот. Друзья, на этой замечательной фразе мы с вами и заканчиваем наше путешествие.